Канал Аль-Иртисам представляет У кого остались Вопросы, которые я не нашел На их ответ Постараемся сегодня ответить На все вопросы, которые мы получили Вчера Под постом Вопросы для Рамадана Брат Рашид будет задавать вопросы Которые вы послали И я буду отвечать И будет это, иншаллах, у нас последний эфир Потом встретимся, иншаллах После Рамадана Очень много вопросов поступило Почти было 500 Похожие отредактировали Около 300 осталось, поэтому буду Стараться быстро читать Давай напомним, братьям, у нас есть на канале Отдельный плейлист Вопросы прошлогодние, которые мы уже ответили Да, среди них отвеченные тоже есть Которые ответили досконально Ответили на каждый вопрос Можете зайти в Ютуб или ты сам На плейлист Вопросы про поста И там уже все эти вопросы есть Где-то 60 ответов там есть Сейчас будем отвечать Быстро, чтобы успеть ответить Потому что здесь Дарилы привезли Кто так сказал Все разногласия Если это рассказать нам 5-6 часов тоже не хватит Иншаллах Коротко ответим Портить, не портить Что делать Иншаллах Так будем проходить Шейх, такая ситуация Сделали операцию на затылке Прошло 3 недели Сестра пишет Боюсь держать пост Вдруг опять начнется истощение Я очень слабая, когда не кушаю И начинает все болеть Если действительно болезнь нетерпима И трудно поститься И болезнь если ухудшается Тогда ей разрешено не поститься И за каждый пост будет платить еда Горст Один горст для бедника За каждый день в разы будет кормить бедника Аллаху Аля Например 30 дней Примерно 600 грамм крупы Бедникам отдаст за один день Получается на весь месяц Примерно 18 килограмм риса Или же другие крупы Аллаху Аля Такой вопрос Можно ли продавать еду немусульманам Так как мы живем в немусульманской стране И как поступить в такой ситуации Например хозяевам магазинов или ресторанов Магазины мы ответили Сказали магазины продавать можно Кроме как если 100% знаешь Он там на месте покушает Или сейчас кушает, берет еду Нельзя А так в общем продается А ресторан Рамадан месяце будет Даже если он будет в кафрском государстве Хоть он будет где большинство Все кафри даже живут Там тоже нельзя Потому что то что харам для мусульманов является харамом для кафиров Из этого нельзя продавать еду В дневное время Рамадана Если наступило время вечерней молитвы Что нужно сделать в первую очередь Отпустить пост и потом совершить намаз Или наоборот? Желательно всегда Желательно является отпускать пост Как только время наступило Отпускать пост Если есть конечно финиками Если финики нету водой Потом помолиться И потом продолжить Кушать свою еду Если женщина не может поститься из-за болезни И с каждым годом состояние ухудшается Сама она бедная Нуждающаяся и в долгах Что ей делать в такой ситуации? Ей разрешено Не поститься Если у него возможности нету кормить На него останется долг Если богатый станет Будет кормить Если нет На него никакого греха нету Греха нету, да? Уже Шала Портит ли мокрота пост? Еще один вопрос Могу ли одержать пост За отца, который не молился? Мокрота пост Если, например, горло Она застряла Проглотил, не портит Пост не портит Если на горле застряла А так, если во рту вышла Тогда лучше желательно Его выплевывать Если возможность есть Но если даже проглотил По мнению некоторых ученых Она не портит Иншаллах Имам Шафия говорит Рахиму Аллах портит Если уже во рту попала Эта мокрота Проглотит, портит Если другим Имам Марик Рахимул Он говорит Не портит Лучше выплюнуть Если не получается Проглотил Иншаллах не портит пост в Аллаху Алим. А вот это единственное замечание, отец не молился, он хотел начать молиться, не успел и умер. Не успел, если он говорит, не успел, уже учиться начал, не успел, умер, иншалам, мусульманин. Если не успел, он тянул там месяцами, Аллаху Алим, это не является мусульманином, за ним мусульманином, поститься тоже нельзя, Аллаху Алим. А если он... Да, то можно, да? Да, если он хотел учиться, хотел, учился и умер, тогда, конечно, он мусульманин, после Аллаха примет его ислам. То есть, можно за такого отца поститься? За такого отца можно поститься. Это не означает, Рамадан месяц, за него надо поститься. Нет, Рамадан за свой, за себя постичь все. А за него после Рамадана восстановить можно или нет? Близкий человек, отец, этот сын, родственник, можно восстановить за умершего Аллаху Адаму. Что делать с тарових намазом в той местности, где я живу, человек пишет, нет мечети? Тарових намаза не обязательно мечети делать. Даже если рядом мечеть есть, можно дома делать. Желательно, сумно мечети его делать. Если мечет как раз дома нет, то можно дома делать домочадцами, если там семья есть, если с ними будет. Если даже сам один делает тарових, там некоторые думают, между таровихами, которые читаем, которые на Кавказе читают, это все является на видении. По два раката делаешь, сколько ты можешь делать, например, восемь ракатов, двадцать ракатов делаешь, и этим заканчивается, там ничего не надо читать. Заканчиваешь ветром. После ветра сапуха л-кудус, сапуха л-кудус, раппи л-маляйк, врух. Это три раза говоришь, и все. Этим заканчиваешь. Даже это не говорю тоже, просто по два раката делаешь тарових. Там такой-то определенный обряд нету для таровиха. Из этого некоторые требуется, я не умею делать. Нету. Как обычный дворакат, несу на намаз делаешь, так же делаешь тарових. Аллаху а'лам. Портит ли пост кровотечение из носа? Нет, не портит. Портит ли пост сквернословие? От него пост ухода он не должен его восстановить, но он вознаграждение не получит. Как сказал пророк саламу а'лам, кто не оставит сквернословие, сквернословие и делают деяния, подобающие соответствием этим сквернословым, Аллах не нуждается, что он еду и питье оставил. От него уроза уходит. Как будто он выполнил. Да, выполнил. Но получается, он только голодал, вознаграждение не получает. Можно ли держать пост, если болит желудок тонкости? А, если болит, может, если может поститься, можно держать. Если врачи не могут это вредно держать, то может отпустить тоже голова. У нас в городе утренняя молитва в 2 часа 58 минут, вечерняя молитва в 21.06. Боюсь, что если буду держать пост, то организм не выдержит, так как при долгом голоде начинаются головокружения и боли. Будет ли это считаться уважительной причиной не держать его? Если здоровый человек нет, не является уважительной причиной, должен держать. если чистить уши и нос, портится ли пост? Нет, не портится. Что будет, если проспал пост? Можно ли его держать без дуа, видимо, без намерения? Дуа, никакой дуа нету. Просто намерение языком не надо говорить. Вечером ты должен говорить, завтра я буду поститься. Вот это намерение должно быть. И все. Вот это означает, там же какую-то дуа надо делать. Или как у нас там говорят, я намереваюсь завтра поститься. Этот Рамадан, который пришел, и такие повторят эти слова, являются навыдением. Просто сердцем намереваюсь, завтра я буду поститься, и все. Этого хватает. И некоторые говорят, если сухор не стал, считается ли это, под утро не покушал? Да, считается. Это является сонным, кушать утром. И все, намерение был, и постился намаз, считается. Можно ли держать пост и лечить зубы? Зубы лечить, если не найдут такого сильного необходимости, лучше отложить, вечером лечить, или как-то, потому что можно лечить, но с условием, если ты уверен, не будешь проглативать кровь, которая уходит из десны, когда тебя лечат. Если этот уходит, если кровь попадет, тогда портит в разы. Можно ли читать таравих намазы, если не знаешь Коран и в какое время лучше это совершать? Таравих намаз, после последнего ночного намаза, до утра намаза можно совершать. Весь Коран там не надо читать. Если даже знаешь Фатиха, и знаешь несколько маленьких сур, после Фатиха это читать, и хватает совершать таравих. Конечно, если рядом мечети нет, если рядом мечети с мужчинами, желательно пойти в мечети, мечети совершать таравих. Обязан ли я поститься, если у меня язва желудка? Если язва желудка и ухудшается, это не обязан. Только за каждый пост кормишь одного бедника. Дозволены ли постящемуся капли в нос, если они могут дойти до горла? Если до горла доходит и проглатывать нельзя. Если просто на нос капнул, то не портит пост в Аллаху Аля. Старайся, чтобы до горла не дошло. Если до горла ходит и привкус горла почувствует, пошла там, портит уроза. Можно ли накануне месяца Рамадан жениться или выходить замуж? Жениться тоже можно, выходить тоже можно. Как мне поступить, если в моем случае экзамены попадают на месяц Рамадан? Нужно ли держать пост в этот день? Нужно держать. В чем связь? Экзамен или пост? А вот тоже похожий вопрос на то, что уже отвечали. Считается ли пост недействительным, если сделал рыба за спиной кафера? И вообще считается ли рыба за спиной чем-то порицаемым? За спиной кафера рыба не портит. Ни пост не портит, ни вознаграждение не портит. Рыба – это грех. Если за мусульман ты делаешь, тогда вознаграждение уменьшит поста. Грехи уменьшают вознаграждение. Я держу пост, и я, не увидев, случайно, видимо, не заметив, случайно незаметно для себя, что-то поел, что нужно делать? Продолжать или как? Ход даже до света поедет, покушает человек, забыв, что он постится. У него пост считается. Как вспомнил, должен остановиться и продолжить свой пост. Аллах его напоел и накормил. А то, что во рту выплюнуть, если что-то было, когда вспомнил. Да, то, что во рту есть, вспомнил. Выплюнуть это тоже то, что во рту, и продолжит поститься. Его Аллах накормил и напоил. Шейх, иногда часто похожий вопрос спрашивает, если я увидел, что кто-то ест по забывчивости, что мне делать в этом случае? Напомни ему. Некоторые не надо напоминать. Более правильно, что напоминать, потому что ты видишь, человек делает греховное. То есть у него есть оправдание, а он забыл. Оправдание, он забыл. Но ты знаешь, что он греховное делает. Можно ли выступать на соревнованиях в месяц Рамадан? Можно выступать, если соревнование дозволенное. Сам спорт дозволен. И еще соревнование, если сама является дозволенным, это выступать после, не держишься, после не портит соревнование. Конечно, сам не отпустит урагу. Как правильно совершать намерение на каждый день или на весь месяц? На каждую ночь должен человек совершать намерение. Пророк Савасим сказал, кто ночью не делал намерение, для него урага нет. Есть некоторые ученые, говорят, в начале месяца намереваться, что весь пост будет держать. Весь месяц. Весь месяц будет держать, это хватает. Но лучше каждую ночь подтверждать, каждую ночь, что завтра буду поститься. Сердцем намереваться. Если мусульманин, так и так у него намерение появится, что завтра тоже будет поститься, из этого каждую ночь лучше его отверждать. Хадис про то, что в месяц Рамадан шайтанов сажают на цепи. Достоверен он? Хадис достоверен. У нас ответ уже на канале. Как правильно совершать сухур, и что говорить, и что делать? Совершать сухур, встать перед утренним намазом, дозволив время кушать. Пока не наступит время утреннего намаза, можно кушать и можно пить. Это время встаешь, покушаешь, чтобы твоей силой было целый день держать пост. Если даже не хочешь кушать, желательно проснуться. Потому что пророк Саасов сказал, сухур в утренней еде есть барака. Если даже кушать, не хочешь, хоть стакан воды выпьет, является желательным, Аллаху Аля. У меня на Дисне есть болячка. Иногда она кровоточит. Получается, что я не могу сглатывать во время поста эту кровь. Если постоянно чувствуешь, это должен выплевывать, но неохота, если проглотил, пост не портится. Если там заснул, еще кровь идет, во сне эти проглатывал, все свои слюни с кровью, тоже пост не портится. Если человек начал совершать молитву и поститься в 17 лет, что делать с теми постами, которые были с 15 лет, допустим? С теми постами в 15 лет, брат вернись на канал, там есть основной ответ, как восстановить посты пропущенные. Если ты из дозволенной причины пропустил, должен их восстановить. Если из дозволенной причины, там раздвигался ученых, на канале посмотри, брат. Как правильно возмещать месяц, пропущенный по беременности? Нужно ли его возмещать, если раздала за этот месяц уже садака, еду и так далее? Да, должна она восстановить это после месяца. Это мнение четырех имамов. А может ли беременная женщина поститься на восьмом месяце? Очень хочу поститься, пишет. Конечно, не только может. Нужно поститься, кроме как, если она вредит для ее здоровья. Врачи говорят, тебе нельзя поститься, это вредно для тебя, твоему ребенку. Тогда нельзя поститься. А так, обязан поститься каждый человек. Вопрос задает, ну, можно ли поститься? Нет, нужно поститься. Если она самочувствует, что ей это не тяжело. Тяжело, всем тяжело поститься. Но это тяжесть. Вредит ей на ее здоровье, ухудшает здоровье ее, или ухудшает здоровье ребенка, тогда можно не поститься, потом восстановить. А так, каждый мусульманин должен поститься. Является ли сунной пост в понедельник и четверг, и будет ли награда от Аллаха, если поститься в другие дни недели? Пост является сунной, в понедельник, единогласно. В четверг есть разогласно, но она тоже желательна, поститься в четверг тоже. Это много ученых подтверждают. В понедельник четверг. А любой день, если ради Аллаха поститься, он ажр получит. Вознаграждение Аллаха получит. Даже является желательным, самый лучший пост, пост Давуда, один день постился, один день отпускал в разу. Всю жизнь так постился. Это самый лучший пост. А так, любой день, свободный день, ты хочешь поститься, нет запретов в этом. Если беременная женщина боится за себя и за ребенка, что делать в этом случае? Тогда отпустит в разу, за каждый разу будет кормить одного бедника и восстановит этот пост после как родить ребенка. А вот вопрос, который вы говорили, если не успел поесть и проснулся уже, когда время утренней молитвы наступило, будет ли считаться пост? Да, будет считаться. Главное, чтобы намерение было поститься. Не успела восполнить пропущенные дни прошлого рамадана по состоянию здоровья. Возможно ли восполнить пропущенные дни после этого рамадана, либо накормить бедняков? Насколько известно, мне 50 бедняков накормить можно. Если можно накормить 50, можно ли отправить, предположим, деньги в Африку и там накормить людей? В первую очередь, можно, куда хочешь отправить, если в вашем районе местности нет бедняков, которые ты можешь кормить. Отправить в другую местность, нет запрета. А не 50 бедняков кормишь, за каждый раз одного бедняка, за каждый раз пропущенный одного бедняка. И можно восстановить после рамадана, и нужно восстановить. Прочитаю, как написано, пост надо держать до фаджра или после фаджра? Пост надо держать, останавливаться, кушать в фаджре. Как только утренний азан, время наступило, хоть даже азан не услышал, ты должен остановиться. Например, 5 часов утренний азан, время наступает. До 5 часов ты должен уже прекратить пить, прекратить кушать, прекратить близость с семьей. Шейх, такой вопрос, можно ли спать весь день во время рамадана? Можно-то можно спать, но главное, чтобы намаза не пропускал. Но желательно мусульманин не спать эти дни, наоборот, посещать для поклонения Аллаху Субхану А.Т. читать Коран, поминать Аллаху Субхану А.Т. делать хорошее деяние. Этот месяц, сезон для мусульман, один раз в год приходит, не знаем, до следующего года доживем или нет. Даже до конца этого места мы доживем или нет, не знаем. Каждую секунду этого рамадана умный человек, умный мусульманин должен его привести в поклонение Аллаху Субхану А.Т. Можно ли брать полное омовение в пятницу перед утренним намазом, а потом ложиться спать? Нет. Пятничное искупание этот гусуль, сунна, после утреннего намаза до обеда. Не до утреннего намаза, после утреннего намаза до обеда является сунной. Время утреннего намаза наступило, тогда искупался с намерением на пятничный гусуль, пятничное купание, хватает. Я пропускала пост по причине кормления, до сих пор не смогла его держать, но хочу, иншала, после этого рамадана нужно ли мне, помимо того, что я буду восстанавливать пост, еще и кормить людей? Да, нужно восстановить пост и кормить за каждый один пост одного бедняка. за то, что она отпустила уразу ради ребенка, она ребенка кормит. Не ради себя, если ради своего здоровья отпустила пост, она не должна восстановить. Восстановить должна, но бедняка кормить не должна. А если ради ребёнка отпустила в разу, тогда восстановить должна, и одного бедняка тоже кормить. Когда мне было 13-14 лет, я держал пост так халатно, иногда держал, иногда что-то пропускал. Сейчас не помню, сколько мне нужно возмещать. 13-14 лет, если ты был совершеннолетним, должен был поститься. Если без причин пропускал, там 4 мамы говорят, да, восстановить должен этот человек. На канале есть на ответ более раскрытый ответ на этот вопрос, посмотри туда обратно. Он говорит, не знаю, сколько пропустил. Примерно выше число набери, которое ты думаешь, например, 20 пропустил, 30 пропустил, я это держи, чтобы в твоём сердце было утверждено уже всё, позже я не пропускал. Что нужно говорить перед началом поста и перед разговением? Перед началом поста ничего не надо говорить. Намерение должен быть поститься. А когда отпускаешь пост, там есть дуа. Мы всегда говорим, берите книги. Крепость мусульманина, там приложение, тоже на нашем канале, телеграмме есть, ссылку. Скачайте эту программу, крепость мусульманина, или же книгу покупайте, там есть на все нужные дуа в нашем жизни. Там тоже дуа есть. Вот эта дуа является сунной читать, когда пост отпустил человек. Сунной не обязательно, обязательно ничего нету. Ни начинать, ни отпускать, ничего не должен, обязательно ничего нет. А есть какое-нибудь специальное намерение в ханафитском мазабе на пост? Нет, сердце намеревается поститься и всё. Можно ли делать тарвих-намаз одному? Ответили мы, можно. Вначале сказали, что дома можно молиться одному человеку. Просить прощения ради Аллаха перед Рамаданом у всех своих знакомых. Есть ли такое в нашей религии? Нет такого. Если ты кого-то обидел, да, должен просить прощения и в Рамадане, и не в Рамадане, если ты был виноват. А так, те, которые делают рассылки, прости меня так, 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 на весь Ватсап, это не является сунной пророк. Чтобы просить прощения, даже ты не знаешь, ты его обидел или нет, он тоже не знает, ты говоришь, прости меня, за что? Прочитаю, как написано, правда ли, что надо поститься три и не меньше? Если один пост одиноким становится, если два, то дерутся, и поэтому надо именно три. Надо поститься все тридцать посты совершенно на этом человеке. Да, в детстве так говорили, нельзя, у нас там было такое, один пост нельзя, должен три, главное три пост. Первый, средний, последний, да? Времена коммунистов, которые религии не знали, люди думали, год этот, Рамаданом, три посты держат, хватает уже, больше не думали даже держат. А так, один пост, говорит, обижается, да? Второй, говорит, будет драться, надо три быть. Нет такого в исламе, надо все посты держать. Из-за болезни мне сказали, что вообще невозможно будет поститься. В тот год выплатил деньги за пост, но потом по воле Аллаха стало лучше. Болезнь не ушла, но поститься возможно. И последующие годы постился человек за тот пропущенный год, в котором покормил нуждающихся. Нужно ли ему восполнять еще помимо этого пост? Пост должен восполнять, но он не должен больше этого кормить бедняков. Мне удалили зубы, пока не заживут швы, может занять одну-две недели. Нужно в день 33-5 раз полоскать рот разными растворами, чтобы на месте удаления зуба не образовался гной, чтобы не было заражения крови. Полоскать можно, главное, чтобы не проглатывать этот раствор. Может быть, целыми днями сильная ноющая боль, поэтому без обезболивающих не могу. Также нужно пить обильное питье, чтобы разжижать кровь. Скажите, как мне быть в этой ситуации с постом? Не знаю, не думаю, что за один зуб такие боли продолжающие будут. Если зуб удалить, зашили, такого не бывает. Зашили, тот день будет, она болит, и все. Так продолжительными неделями боли не бывает. А если есть, конечно, боль нетерпимая, которая должна, тогда и разрешается от высоты, если он терпеть не может, эту боль. Такого, я думаю, не будет. Если знаешь целый день, что она будет болеть, до утра намаза успокоительный попей, и все. И все, что Аллах не будет болеть. Да. Какой все-таки достоверный таравих? Восемь или двадцать ракатов? Восемь можно, и двадцать можно. Человек сколько может, столько можно делать. У нас есть доскональный ответ на этот вопрос. Может вернуться на канале. Это более расширенный ответ. И какие ученые так говорят, эта ответность у нас на канале может посмотреть, брат. Нарушает ли пост рвота, если она была малочисленная, не обильная? Даже если обильная будет, если сам не вызвал эту рвоту пальцем, или чем-то, как сказать, самого льна, она вышла от болезни. Не сам вызвал ее? Да. Тогда не портится урозу. Если сам вызвал, портится. Вопрос такой, можно ли не спав делать тагаджут намаз, так как во время доутреннего азана не спишь во время Рамадана? Это можно делать таравех, по своему битру, это можно делать доутреннего азана. Ага, вот вопрос. Нарушает ли хиджама пост? Хиджама не нарушает пост. Более правильное мнение. Если мне не имам Ахмед, он говорит, да, нарушает. Хиджама не нарушает пост, но нежелательно делать его. Почему? Потому что она расслабляет человека, слабым становится. Вот сам этот по себе хадис, то, что Пророк Саасам сказал, тот, кто делает, и тому, кому делают. Да. Это аннулировали, говорит, Имам Шафи Раима Аллах. Другой хадис есть. Пророк Саасам делает хиджаму Рамадан месяц. Будучи постящимся. Из-за этого этот хадис, Диане, говорит, аннулировали тот хадис, Имам Шафи Раима Аллах. Я просто слышал, что говорят ученые, что тот, кто делает, почему, говорит, у него портится, из-за того, что... Да, да, да. Рагам уже усасывали. Была опасность, что он проглотит тоже. Проглотит. А так, ни того, кто хиджаму сделал, ни тот, кто ему этот хиджаму делает, ни у кого не портится пост. Аллаху Алям. Является нежелательным делать хиджаму. Что предпочтительнее делать в месяц Рамадан? Читать Коран подряд или заучивать определенный джуз, так как я читаю с ошибками, а последний джуз я прошел с учителем? Если ты последний джуз хорошо знаешь читать, лучше последний джуз читать. Если ты уверен, что ты ошибаешься в других местах Корана, лучше не читать. Шейх, такой вопрос. Если из-за жажды отпустил пост в месяц Рамадан, как быть? Восстановишь один день, если это была уважительная причина отпускать пост. За день до Рамадана и по его окончании есть такое обычай раздавать сладости. Дозволено ли это делать? Всегда раздавать садака, раздавать милосты. В течение Рамадана месяца является сунной, как был пророк Слава Салам, он был как сильный ветер. На это похоже бы он своими мылостями пожертвовал именно Рамадан месяц. А так определенный день, первый день и последний день именно сладкие пирожки раздавать, как у нас там делают, не является сунной. Может быть, даже на уведении. При моем заболевании жидкость скапливается в ушах и разбухает. Нарушает ли это пост? Нет, не нарушает. У меня долг 25 дней по причине беременности. Сейчас кормлю малыша, чтобы молоко не пропало. Думаю, не держать пока пост. И могу ли я за долги расплатиться, накормив сестер нуждающихся? Снимет ли это с меня долг? Или все-таки мне нужно будет восстанавливать посты? Посты должны восстанавливать. Но имеет ли право отпускать сейчас уразу? Если реально, ему говорят, если не будешь поститься, молока ребенка не хватает, или ребенок болеет, не хватает ему молока, тогда можно и отпускать. А так, думаю, не поститься, такого не бывает. Надо проверить. Или врач скажет ему, или сама решит, видит, что ребенка молока не хватает, и другая еду тоже не кушает, тогда можно и отпускать уразу. Потом она должна восстановить и кормить за каждую пропущенную уразу одного бедняка. Шейх, многие вопросы похожи, но все равно спрошу, что делать тем людям, у которых курс лечения прописан, прием лекарств 3-4 раза в день? Лучше этот прием перенести на ночь. Если врачи говорят, если не перенесешь ночью, это невозможно, например, ночь есть, 6-7 часов ночи, если там нельзя, только обязательно должен днем пить. Если не будешь пить, ухудшится твоя болезнь, тогда разрешайте ему, ему пить это и портит свою уразу, не постится, потом, когда вылечится, другие дни восстанавливает, как сказал Аллах, в Коране. Если человек, который постится, на улице, видит открытых женщин, портит ли это его пост? Пост не портит, если он смотрит на них, он грешит за грех, уменьшает его вознаграждение. Если во время поста облизнуть языком губы, портит ли это пост? Нет, не портит. У меня проблемы с горлом, если я буду полоскать его, от этого пост не испортится? Если полоскать, не проглатывать воду, не портится, если будешь проглатывать, портится. Я готовлю еду для вечера, и что-то мучное, когда делаю, может часть муки, как пыль попасть в нос, в горло, то есть не испортит это пост? не портит. Хадис о том, кто накормит постящегося, получит такую же награду, как и тот, кто постился. Является ли он достоверным? Это хадис передал имам Тирмизи, и говорит, это хороший и достоверный хадис. Очень часто спрашивают, глотание слюны портит ли? Нет, не портит. Пост. Спрашивают, какого числа Рамадан начинается? Какого числа начинается, где-то завтра ночью, саудии сказали, будем смотреть на луну, если увидят, послезавтра, если нет победителя, а многие другие страны говорят, даже завтра не будем смотреть. Например, Иордании. Братья из Украины позвонили, они тоже. И Америки, в других городах, многие города есть, даже говорят, послезавтра должны смотреть, завтра 28- day, они говорят, elt Easterban. Так, иншаллах, если завтра луну увидим, завтра луну увидим, послезавтра нет победителя. Если на утренний намаз читают два азана, 2.58 и 3.15, после какого нужно завершать сухор? До второго азана должен завершать сухор. Между ними можно, да? Да. Это бывает в Рамадане, тем более. Это является сунной тоже, два азана. Первый он как предупреждающий? Предупреждающий, спящий будет тоже, кто так же, чтобы встали. А кто встал, предупреждает его, вот уже время намаза приходит, подходит, давай покушает. Шаих Супану, такой вопрос. Человек говорит, я работаю за границей, в ресторане. Портится ли мой пост, если я налью немусульманам алкоголь? Конечно, алкоголь, если будешь наливать, проклятие Аллаха получишь. Но ты все равно должен поститься, являющийся мусульманом. Но как ты кафиром, еще кормящих алкоголь, предал Аллаху, как ты будешь постовать? А так пост должен держать ход, ты будешь так это делать. А по поводу омовения во время Рамадана и полоскания носа и рта? Полоскание носа и рта тоже должен, это является сонной. В Рамадане и в ней на Рамадане. Но Пророк Саасим сказал, в Рамадане слишком не старайтесь полоскать. Чуть-чуть взял, полоснул и уплюнул. Если у меня больные десны, они постоянно кровоточат, и чувствую во рту постоянно вкус крови. Как быть? Если знаешь, что кровь есть, выплевывай. А так, без твоей воли, если проглотил, они не портят. Является ли обязательным совершать Таравих-намаз для девушек? Обязательным не для девушек, не для мальчиков не является. А так является сонной Пророк Саасима для всех мусульман, женщин и мужчин. Сделайте, пожалуйста, наставление тем, кто не умеет читать Коран, ведь Рамадан — это месяц Корана. В Рамадане и другом Рамадане этот Коран Аллаха Субханаху и Таалла, слава Аллаха, будучи мусульманином, верующим Аллаху Субханаху и Таалла, он должен стараться, тем более это такой сладост, когда Аллах Субханаху и Таалла, читаешь Коран, как будто ты общаешься с Аллахом Субханаху и Таалла, и тот Коран читает за каждую одну букву. Десять вознаграждений сказал Пророк Саасима. Во время омовения, как бы аккуратно ни брала я его, с десен выходит кровь, портит ли это пост? Пост не портит. Если кровь выходит с носа, с рта, с кожи, хоть нож зашел, кровь вышла, это пост не портит. Обязательно ли соблюдать пост при лактации? Обязательно, если это не вредит для женщин или же для его ребенка. Можно ли ставить капельницу, которая придает силы во время поста? Если она придает силы, имеется капельницу. Как глюкоза, например? Если она заменяет еду, нельзя. А если так, для лечения можно. Если укол это будет, или же капельница будет, если она еда заменяет, например, голод убирает, и еда заменяет, и кушать даже уже не хочешь, такую капельницу нельзя делать, портит. А так капельница для лечения, укол, это все, это не портит. Хоть внутривенный укол, хоть мышечный укол, это не портит уроза. После сухура во рту остался вкус еды. Время вышло, чтобы хорошо сполоснуть рот. Если заглотнул эти слюни, нарушается ли пост? Если полоснул рот, и после этого проглотил сам, не заменяет, не портит. По поводу поста тех людей, которые не молятся, шейх. У нас есть ответ, сказали, кто не молится, не является мусульманином. Надо ему начать молиться и поститься. Если ты являешься мусульманином, веришь, Аллаху Субхану, как ты можешь не молиться? За то, что ты хочешь поститься, значит, ты уверен Аллаху Субхану Ва Тааля. Аллаху Субхану Ва Тааля приказал тебе намаз, как тебе приказал этот ураза тоже. Даже намаз в высшей степени, чем ураза. Начни молиться и продолжай поститься. Нужно ли полоскать рот водой после использования сивака, так как во время его использования получается слюна, и можно ли ее глотать? Можно, без никаких проблем. А есть такое, что, например, только до обеда можно сиваком пользоваться? В первую очередь, сивак должен быть как натуральный. Если там есть добавки от лимона, от мяты, такой сивак нельзя пользоваться, потому что от него уже не только сивак, и добавок там, добавки есть от мяты или же лимона, привкус, их нельзя проглатывать. А если обычный сивак натуральный делаешь, вот даже привкус самого сивака во рту есть, проглатил, эта слюна не портит ураза. А сивак, будучи постаршимся, по мнению большинства ученых, до обеда и после обеда является сунной. Имам Шафия говорит, только до обеда. И Далил, что он говорит, Пророк Салам сказал, запах, то, что изо рта, который выходит постаршиваться, лучше перед Аллахом субхану ва Та'аля, чем этот запах миска. И этот запах обычно уходит после обеда, уже когда долгое время проходит голодание, уходит этот запах. Чтобы этот запах не убрать, является желательным сивак не делать. более правильное мнение и большинство ученых, что и до обеда, и после обеда является сунной это сивак делать. С какого возраста можно держать пост? Даже с малых лет можно ребенку тоже, с подвижника, Пророка Салам, своих детей, даже учили поститься. Даже чтобы они не плакали, им игрушки давали, отвлекали их от голода, игрушками этими, но учили с малых лет, чтобы они постились. А обязан становится поститься в совершеннолетии, 15 лет или же половое зрение, когда получается. А с 7 лет надо детям говорить, поститесь, если получается. Если нет, после 10, как намаз, тоже говорит им, поститесь. А в совершеннолетии уже становится обязан. До этого надо их привыкать, чтобы они постились. Так некоторые, даже Али Тандау говорят, я своим детям, как они маленькие, им говорят, давай сегодня до обеда поститесь. Потом до Асра постились. Вот так я обучал их. Это является уроком для них. Увеличивал нагрузку. Да, да. Сегодня до обеда постились. Они рады уезжали, я сегодня до обеда постился. Так я учил своих детей. С подвижника тоже. Маленьких своих обучали. Им говорят, мы из шерсти сделали, игрушки давали им, чтобы они отвлекались от еды, чтобы они не плакали. Когда нужно делать сухур? Ночью или утром во время фаджра? Сухур делали ближе к фаджру. Чем ближе к фаджру, это является сухурный порог. Когда нужно начинать держать пост? Когда услышал азан? Или еще остается время, чтобы что-то покушать? Нет. Как только время настало, хоть даже азан не начался, время настало, уже должен прекратить кушать и прекратить пить и прекратить близость к своей жене. Шейх сестра спрашивает, я кормлю ребенка грудью и докармливаю его супами, кашами. Хочу держать пост. Хотела бы уточнить, можно ли грубую пищу надкусывать, так как ребенок не в состоянии сам жевать? Не испортится ли пост? Если не проглатывать, не испортится. Просто пожевал и отдашь, и эти слюны тоже не проглатываешь. Потом полохснешь, и шала не портится. Она же спрашивает, можно ли прервать пост из-за головокружения? У меня анемия при кормлении грудью потом восстановить. Если не это, как тебе сказать, неприносимые боли или же головокружения уже слишком много, можно отпускать, потом восстановить. Портят ли пост ректальные свечи? Конечно, есть разогласие. Ученые некоторые, которые нынешние и другие говорят, нет, не портят. А вот здесь несколько вопросов по поводу того, что нарушает пост. Если во время поста в Рамадан начался менструальный цикл, нужно ли додержать этот день до конца или нужно будет его потом восстановить? Закончился, начались менструации, уже все, уже эта уроза портится. Даже если вот совсем 30 минут до Мавриба осталось? 30 минут осталось тоже, у нее этот уроза не считается. Но, конечно, она получит за целый день, который она держала. Но это должна она восстановить. И разъясните, пожалуйста, как нужно восполнять пост беременной, если она не постилась, боясь причинить вред ребенку? Надо восстановить за каждую уроза. 30 уроза пропустил, 30 уроза восстановит и за каждую уроза должна кормить пятника. Можно ли заниматься во время поста боевыми искусствами? Это же ответили мы. Или бороться? Ну, видимо, она спрашивает на тренировке ходить. На тренировке ходить можно. Конечно, уроза нельзя отпускать ради тренировок. Можно ли отпустить пост, если я не слышал азан, а только азан был через телефон? Или нужно ждать пока полностью телефон азан прочитает? Нет, как только время наступает, можно отпускать. Хоть азан услышал, хоть азан не услышал. Не надо ждать до конца азана тоже. Как только наступило время, можно отпускать. Урозу Аллаху Аля. Шейх, Рамадан месяц, в котором люди много должны обращаться к Всевышнему Аллаху со своими мольбами и просьбами. Человек спрашивает, что нужно говорить во время поста, чтобы дуа была принята и на него был дан ответ? Есть хадисы про салам, будучи постящим дуа принимается любое время, целый день, даже некоторые ученые говорят, ближе к ифтару, ближе к разговору, более подходящий момент для дуа, потому что уже целый день постился голодный и такое состояние, более богобоязненное состояние, этот момент более принимается дуа. Можно ли сдавать постящемуся анализы крови? Можно. Так, шейх, я, иншаллах, буду держать ураза, но муж только на джума-намаз ходит, он сейчас на вахтовым методом работает, и у нас ураза начинается 6 мая, муж приедет 10-го, иншаллах, я должна у него разрешение спрашивать или нет? Нет, не должна спрашивать, обязательно в вещах у мужа разрешения не спрашивается, если даже муж не постится, тем более и не молится, с таким мужем жить можно или нет, даже вопрос стоит. На канале у нас ответ. После пробуждения ото сна на своем половом органе замечаю каплю прозрачной жидкости, хотя никакого возбуждения не было, я просто спал. Портится ли от этого пост и нужно ли брать большое омовение? Нет, не нужно брать большое омовение, и пост тоже не портится, просто помоет это место и почистит все. Какое наказание ждет того, кто не возобновит свой пост? Наказание Аллах ослушался Аллах сделал большой грех, надо просить прощения Аллах и восстановить пост, который пропустил. Можно ли в месяц Рамадан приготовить еду днем, так как родители мужа не соблюдают пост, будет ли на мне грех, если они будут есть из того, что я готовил до магриба? Если для них готовила, будет грех. Если я себе на ужин приготовил, они пришли и вытащили себя, не будет на тебе греха. готовят и для них укушат, поставят будет отец, мать твои, не только даже мужа поднести нету, харам им преподнести. Даже если будет кафир, днем его кормить является запретным. А если они болеют, дозволено им отпускать, тогда можно им приготовить. Сколько дней после Рамадана пасуне нужно держать пост? Пасуне 6 дней после Рамадана. Пророк Саасим сказал, кто будет поститься 30 дней Рамадан и за ней будет шавал 6 дней поститься, как будто он весь жизнь постился до вознаграждения получает. Шейх, очень специфический вопрос. Мой сын работает на очень трудной работе, ремонтирует печи, где варят стекло, очень высокая температура и пить нужно обязательно. График работы от него не зависит. Теперь он должен уезжать 13 числа. Намаз он не пропускает. Может ли он возместить эти дни? Если он уходит, уезжает, если расстояние сафара есть, по причине сафара не обязательно поститься. По причине сафара можно отпускать урозу. Но по причине работы уроза отпускать нельзя. Лучше эту работу оставить, чем уроза отпускать. Какая бы тяжелая работа ни была. Можно ли жевать жвачку со вкусом, когда держишь пост? У меня астма. Портится ли мой пост, если я этот спрей вдыхает лекарство? Там разоглас ученых не портится. Они же без него и не могут на самом деле. По жизни не могут они держать. Из этого там только воздух оттуда проходит. Есть фото ученых, некоторые портят, но не портится. Пускай лучше держит человек даже. Некоторые дни поста попадают на сафар. Можно ли держать пост в сафаре? Можно. В сафаре можно держать пост. Можно держать пост. И можно кто хочет отпустить тоже. Никак обязан отпускать пост. по-моему Аллах любит когда рабы пользуются послаблениями так же как не любят когда грешат. А так мы сафаре бывали с подружкой пророк салам. Некоторые дни отпускали. Кто отпустил не порицал. Нет. Постоящего не порицал. Который отпустил. Это облегчение. Хронический насморк пользуюсь назальными каплями стараюсь не глотать мокроту. Так можно поститься? Можно. Можно ли в день сдачи ЕГЭ отпустить пост? Это второй раз ответил. Экзамен нельзя отпускать пост? Можно пропустить ЕГЭ но не пост. Нарушает ли пост ингаляция? К примеру, когда капаешь в кипяток немного тмина, накрываешься полотенцем и дышишь горячим паром? Лучше не делать, но если сделать, не портится ничего. То есть в этом необходимость есть, да? Да. Если можно это ночью делать, лучше делать, так не портится ничего. Как делать Таравих лучше? В мечети за имамом, который совершает нововведение или от дома одному с семьей? Если у него нововведение не является убеждением, например, тоспех делать или что-то такое, лучше с ним совершать мечеть. А если такие нововведения у него грубые убеждения, тогда лучше с семьей помолиться. Можно ли совершать вечерний намаз, не отпустив уразу? Можно совершать, но желательно отпускать уразу. Шейх, а по поводу того, что пророк с вами иногда два дня подряд не разговляясь или три дня подряд? Это была особенность для пророка меня кормит и поет. Все у нас подвижники держали, как пророк держал, потом хотел наказать, один держал, два держал, потом третий день уже луну увидели. Если не увидел, я вас третий он запретил, они начали все равно на нем похоже быть хотели, держали. Луну увидели, им повезло. Когда я держу пост, у меня появляются прыщи последней степени, как быть? вопрос не не понял. Я прочитал, как было. От поста прыщи появляются, все равно должно поститься. А если он спрашивает, если прыщи появились, их выдавливают, кровь уходит, можно ли поститься? Да, можно, не портить пост. Я не знаю, вопрос, как поставлен из этого. Ну да, там много смыслов может быть. Я недавно начал читать намаз, аль-хамду-ли-ля, и как мне поститься, если я мало знаю религию, ответьте, пожалуйста. Значит, поститься ничего нету. Мы объяснили. Начиная с утреннего намаза, с намерением поститься, с намерением поститься до вечернего намаза. Не кушать, кушать является харам, пить является харам, и близость является харамом. Если кушал и пил, не зная, и близость даже если не зная получился, уроза не портит. это нарочно покушал или напил, этот уроза портит и должен восстановить один день. А если уроза испортил близостью, должен подряд 60 дней уроза держать еще один добавок, один день, который пропустил тоже. Два месяца один день должен поститься. За это будьте осторожны, братья. Человек, совершавший все молитвы вместе с имамом до тех пор, пока он не ушел, подобен тому, кто выстаивал в молитве всю ночь. Значит ли это, что если делать таравих, например, дома, джаматом, с женой, то ей будет записано это как за всю ночь или же это только касается тех, кто молился в мечети за имамом? Если кто молился за имамом, не обязательно в мечети, дома тоже за имамом молятся. Пока мы начали, мы закончили, иншаллах, милость Аллаха обширная, а так отдельный хадис нет, для женщины тоже такая, ажир. Но если Пророк сказал всем, тот, кто за имама молится, и ажир получит иншаллах. Но, конечно, мужчин нет причин, чтобы молиться, если рядом мечеть есть. А женщина, даже если дома сама одна будет молиться, она получит, ажир, как мужчина получает мечеть. Мечети тоже разные, честно сказать, здесь иногда такие... Ну, здесь понятно, здесь намаз, то, что они делают, это не является... Намазом даже не знаю, как в Ютубе напишешь, смотришь, как они молятся. Я пошел один раз молиться, можно сказать. Но не успел молиться, не только не успел, что делать, не успел молиться, они за 7 минут 6 ракадов делают. Так скорость из этого... Чем такое молитву делать, лучше не делать молитву. Нарушается ли пост от мыслей, например, что я не смогу додержать пост до конца, может быть, мне отпустить и так далее от таких сомнений? Если подтверждение намерения есть, да, портится. А так просто может, не могу додержать, может, мне трудно будет это не портить. Хотя есть мнение некоторых ученых, даже если намеревался, тоже не портит, пока не покушал или не пил. Можно ли искупление, когда человек обязан кормить бедняков, давать это все время одному человеку? Если он бедный, можно. Можно ли работать и держать пост или же нужно оставить работу? Можно. Можно ли чистить зубы во время поста? Пастой зубы чистить во время поста лучше этого делать до фажера, потому что есть вероятность, что попадет эта паста в горло и разопортит. Если ты можешь почистить зубы, чтобы не проглотить пасту, то тогда можно чистить зубы во время лагеря. Но лучше это делать до фажера. Портит ли пост прием гинеколога, если нужно делать УЗИ внутри вагинальные? Нет, не портит. Есть разговор с ученых, но не портит. Если на горизонте видно розовое небо, но Азан на Магриб уже был, надо ждать, пока солнце полностью сядет? Розовое небо не означает, что солнце не село. Если солнце не видишь, и Азан, время пришло, и Азан было, надо отпускать розовое небо. Розовое небо уйдет, уже еще будет. В ночь предопределения, каким наилучшим образом стоять эти ночи, какие именно суры нужно читать? Наша напомним, братья, каждый день в рамадан месяце будет напоминание пред ифтаром. Именно пред те дни, которые будут на выведении этот, как его, предопределение, там будет напоминание, как его привезли, ищи. Целый месяц рамадан, каждый день будем выходить пред ифтаром на сахар с небольшим напоминанием. У меня есть два пропущенных поста. Могу я их погасить, одев одеждой сирот, или же мне нужно обязательно их покормить? кормить бедняков сколько долларов. Если это можно кормить, то еще легче. Меня давно мучает вопрос, так как часовые пояса между Аравией и нашей страной разные, то можно ли ночь предопределения наступить днем в нашей стране, или же у каждой страны есть свое время ночи предопределения? У каждой стране есть свое ночь предопределение. Имеется ввиду, сегодня, например, у нас ночь Америки там день. У них ночь будет 27-я ночь, или 25-я, или 23-я, или 21-я. Как сказал, последние 10 дней ночи неопределенные числа, это, как-то сказать, нечетные числа. У каждого, например, я сейчас в Стамбуле, здесь ночь будет, нечетные числа, последние 10 дней. Кто Америка там считается? Если Саудеи даже будет, например, скажем, раньше, чем у нас ночь, это не так, но чем Америка этот, да, если у нас будет, то тогда у них будет когда их ночь. Можно ли делать гормональные уколы в Рамадане, видимо? Можно. Имею проблемы со здоровьем. Через неделю и 10 дней поста начинается желудочное кровотечение. Нужно ли держать мне хотя бы эту неделю? Если эту неделю можно, если врачи держат, тогда должен держать. Если будет держать, желудок портится, тогда нельзя, можно отпустить. Если человек держал пост, но прервал его, то можно ли ему кушать и пить или додержать уже до конца? Прервал без причин. Ну да, нарушил, видимо. Нарушил. Многие ученые говорят, ему нельзя тоже, например, сафар вернулся домой уже постараться, должен, не имеешь права кушать, например. Или же администрации перестали среди дня, не имеют права дальше кушать. Должна уважением эти времени не кушать. это мнение имам Шафия тоже рахмаллах. Есть другое мнение, что может он кушать и может она кушать. Ишала это более правильное. Потому что раз он уже урозует спорту и уроза нету. Ишала она тоже должна ее восстановить. Можно кушать тоже после этого. Шейхудин часто люди спрашивают, нужно ли ждать окончания азана, чтобы отпускать пост. Нет. Азан даже если не начал в то же время достал, можно начать кушать. Правда ли, что в месяц рамадан ворота ада закрываются и никого не мучают из умерших? Нет. Хадис пророк салам ворота рая раскрываются, открываются и ворота ада закрываются. Это означает деяние, которое ведет рай, очень много это рамадан месяца. И попадать в рай очень легко. Ворота ада закрываются, тем деянием за то, что мусульмане мало грешат. Постятся, мало грешат. Это означает деяние, которое ведет в ад, мало становится. Это означает, что закрыт. А так они закрываются туда, кафиры, они тоже не будут заходить. Когда говорится рамадан ворота и закрыт, это не означает в ад никто не зайдет, даже если достойный человек. Это означает, дорога, которая ведет ад, уже меньше стало у мусульман. Потому что они постятся, хорошие деяния делают, просят прощения Аллаха, и бадат и находятся. Это означает, что ворота закрыта. Шейх, вот из того, что здесь очень часто встречаются вот эти вопросы, видимо, очень сильно распространено это заблуждение по поводу того, что в рамадане можно поститься только 3, 6 или 9 дней. Очень часто встречают вопросы. Это 10 детям, хоть один день тоже можно поститься. Конечно, совершенные летом не имеют права ни один день пропускать. И тогда у нас там курящие стараются хоть 3 дня держать в начале, середине, конце, а потом не держат. И даже кто не хочет держать, он только 3 дня держит, это хоть обязательно 3 дня держат, говорят. Нет, весь месяц должен держать каждый мусульман. Это обязанность, которую Аллах Субхан Толл Твой Сознат тебе приказал. Он 11 месяцев дал разрешение кушать. Один месяц тебя просит ради Аллаха не кушай, постись. Это удача ослушались Аллах Субхан Толл и перед Аллахом как ты станешь. Расскажите пожалуйста об интимных отношениях между супругами в месяц Рамадан. Мы же рассказали, если интимные отношения получатся между супругами, они оба должны восстановить каждый пост, который испортили интимным отношениям, два месяца восстановить должен человек. непрерывного поста. Непрерывного поста два месяца за один пост. Жена тоже должна восстановить. Если она сама добровольно согласилась, да, она тоже должна восстановить. Если она сопротивлялась, но все равно муж настаивал на это, тогда она не должна восстановить. Нарушает ли пост отрыжка? Нет. Во время совершения утреннего намаза бывает такое, что выходят газы из желудка, вместе с этим выходит что-то из еды, немного воды, иногда это доходит до рта, а иногда доходит до глотки. Нарушается ли пост, если проглотит это обратно? Если до рта вышла, проглотит, лучше не проглотит. Если не зная проглотит, не портит. сплюнуть можно? Да, сплюнуть надо. Если карманы салфетки есть, или же на свой полоток есть, на него сделают, и карман поставят тоже можно. Или выкинуть его. Нарушают ли пост выхлопные газы от автомобилей? Нет, нет. Если сам не дышишь ими, да? Не знаю, если это такое мание есть. Я поправлю, если человек вырвал, это является грязным. Эту салфетку надо убрать, чтобы с собой не таскать грязь. Не одежду, а одежду склад отхаркивание, например. Можно она не является грязным. А этот вышел, вырвал, по мнению большинства ученых является грязным. Можно ли спать вместе с женой просто, видимо, человек спает в одной кровати спать? Можно. во время Рамадана. Если интимных отношений не было, не портит это. Он пишет без всяких. У нас в городе в месяц Рамадан делает ифтар. Тут с ошибками написано, и не совсем некоторые. мусульманы дальше читаешь. Для мусульман. Если человек не держит и дает ифтар, какой сова получает тот человек, если болеет, ему нельзя держать в разе? Он тоже получит тех людей, которые отпустили. Кто отпустил, он был причиной ифтар делает, имеет в виду. Например, готовит кушать и приглашает туда кормить, например, в саудине, например, мечетах, там вместе с азаном накрывается мечет, там финики, кефир, молоко, чай, быстро отпускаешь в разу. Кто это делает, он получает аджр того человека, кто постился. Также, если он болеет, но кормил других, аджр, как тот получил, кто постился, столько же, он тоже вознаграждение получит. Это хадис, который передан имам Тирмидзи рахмаллах. Если человек ел еще во время азана портит ли это пост. Если знаешь, что азан есть, азан ел, портит. Если он думал, что ночь остался, кушает, он не знал, что время подошло, тогда нет, не портит. Я как из вопроса понимаю, потому что у нас некоторые думают, пока азан не закончился, можно кушать и Только время настало, азан нету, должен остановить человек. Я работаю на кране, на стройке, и потом люди работают, такая работа связанная с людьми. Работа, если во время поста меня начинает клонить ко сну из-за слабости, прямо засыпаю в этой машине, можно ли отложить пост и держать его в другой месяц? Можно отложить работу, не пост. Если он заснет, убить кого-нибудь может. Тогда нельзя работать в таком положении. У нас дневное время, пост длится очень долго, 17-18 часов. У меня к концу дня начинаются сильные головные боли с рвотой, если не кушать весь день. Слышала, что кому тяжело, тем дозволено держать пост по мекканскому времени, то есть разговляться сначала Магриба в Мекке, где было неспослано откровение. Допустим, у нас Магриб 21-00, а в Мекке 19-00. Можно ли держать пост таким образом? Нет, нельзя. Должен ждать 21-00, если у него там 21-00. А если у него боли и не может поститься и врачи запрещают тогда, может она не держит, потом восстановит другие дни. Так сказать, я отпускаю в разу мекканского времени, такого нет. Расскажите подробнее по время сухура и ифтара в Турции непонятное исчисление времени. В Турции такое положение бывает. В течение года у них утренний азан отклад на полчаса и утренний намаз делают до полчаса восхода. До восхода полчаса начинают утренний намаз делать. Почему? Потому что здесь распространено ханафийский мазаб. В ханафийском мазабе утренний намаз ближе красота желтеет. Да, уже светлеет горизонт. Время не является отложить сунной. Из этого они азан тоже отложивают потом ламаз из этого в течение года они поздно азан кричат. Хотя оно уже наступило время. Хотя наступило время. А именно рамазан месяц они вовремя кричат азан. В рамазан месяц азан бывает вовремя. Который они откладывали они приносят свое время чтобы люди знали уже время утреннего ламаза настало. Как только азан начинается останавливаться сейчас в Турции рамазан месяц. А отпускать тоже как обычный Магреб на этот отпускать урозу разницы нету всегда одинаково. Как правильно делать иотикав и как его делать наилучшим образом? Наилучшим образом его делать когда 20 уроза закончился ночь 21 ночь до Магреба заходишь в мечеть с намерен иотикав и оттуда не уходишь до пока завтра праздник тут ночь только уходишь последние влоза будешь держать и сделаешь мечеть и выйдешь оттекав это дни самые лучшие деяния читать Куран поминание Аллаха воспитываешь себя и читаешь например если всегда скучно читать например одну литературу взять с собой несколько раз литературы которые на русском языке перевод есть если Куран читать не умеешь читаешь литературу изучаешь религию Аллах поминание Аллаха делаешь побольше сунна ты делаешь хорошее деяние будешь делать так приводишь 10 дней последние если так перевести человек хоть даже он не почувствовал что-то ночь предопределения все равно он этот ажер получит потому что среди 10 дней обязательно она есть можно ли поститься в день сомнения то есть в последний день месяца Шаабан и достоверно ли что Абу Ханифа говорил что в этот день можно поститься и насколько это правильно большинство говорили это нежелательно поститься это имам Шафи имам Малик если я ошибаюсь имам Абу Ханифа тоже имам Ахмед должен поститься должен или можно должен он говорит если тучи стоят и не смогли увидеть Луну если верят не значит что она должна увидеть но более правильное мнение большинство ученых харам или нежелательно поститься этот день 30 день не 30 день вопрос как было можно ли поститься в день сомнения вот это да нежелательно поститься или харам поститься разговор ученых большинство ученых так говорят имам Ахмед говорит надо поститься этот это 29 шабан или 30 шабан если там не не выделил луну по этого по причине туч должен поститься он говорит а то есть если 29 на небе были тучи ночью то уже следующий день лучше поститься как перестрахов большинство ученых говорят правильное мнение большинство нельзя поститься день сомнения в Аллаху пускать уразу болезнь курильщиков или же ураза от него отходят но ждат делают харамные ждат этого момента Аллаху алям ураза считается даже еда можно ли вступить в интимную близость с женой после разговения можно в чем проблема в начале ислама было целый месяц рамазан запретные интимные отношения даже ночью потом Аллах говорит ухили лакум лак сиям рафат или нисак потом Аллах сделал с магриба намаз вопрос такой можно ли делать намаз за имамом который совершает намаз из тихара на четках бросает за бедаатчика можно молиться за мушрика нет существуют ли какие-нибудь суры или аяты которые лучше всего читать в этот месяц нет любой куран читал весь куран повторил куран с жабрилом алейхиссалам мы знаем что мокроту нельзя глотать слюну можно а вот то что собирается в горле не мокрота а такая вязкая слюна можно ли ее глотать или ее надо выплевывать если горле можно глотать без проблем мокроту мы объяснили лучше выплевывать если случайно правдативный подвиг тарабих намази после двух ракатов есть ли какой-либо дуа вы наверняка знаете что у нас читают в Дагестане я же объяснил в начале нету дуа никакой дуа нет делают два раката что стоит делать когда четыре раката делают что-то делают еще заново встают а те что которые считаются вот это все является нововведением которое не пришло ни от пророка ни от с подвижников даже четырех имамов Аллаху Аля у нас там это длиннее бывает чем намаз как быть если с приходом рамадана не увидели луну если не увидели луну 30 дней шабана заканчивает потом начинается рамадан некоторые думают если вообще луну не увидели место начинается нет если 29 ночь увидели луну 29 закончился 30 ночь увидели луну завтра уже первый рамадан если не увидели завтра 30 шабан и будет первый рамадан послезавтра Считается ли пост уроза, если намаз не принимается за грех опьянения? Видимо, человек выпил спиртное, и теперь он спрашивает, у меня намаз 40 дней не принимается, а будет ли считаться пост? Пост считаться будет. Вот интересный вопрос, тоже у людей много недопонимания в этом есть. Если азан в 4 утра, а рассвет в 5.30, до какого времени ещё можно кушать? До 4 утра. До 4 утра? Да. Можно ли купаться во время поста? Можно. Главное, чтобы воду не проглотил. А если уши пойдут, там есть, конечно, разогласие учёных, портит уроза или нет, но более правильное, не портит. Главное, что не проглотил. Через нос зашло, если проглотил воду, или через рот проглотил воду, портит уроза, если нет, нет. Достаточно ли будет совершить 2 ракаата вторых намазе? По 2 ракаата совершать сколько хочешь. Ну, другого, если времени нет, едва совершил, то же получит. Как быть женщине, у которой высокий сахарный диабет и давление, а можно ли ей не держать пост, видимо? Ну, это от врача зависит. Я не знаю, что там получается. Врачу надо спросить. Если доверенный, опытный врач, который уважает пост мусульманин, тебе говорит, тебе нельзя поститься, тогда надо его слушать. А не те врачи, которые вообще не обращают внимания на пост. Тебе нельзя поститься, голодать нельзя. Такие тоже очень много у нас. Даже хоть себя мусульман называют. Хоть даже можно ей поститься, чтобы не ухудшилось, так разрешают. Говорят, мне нельзя поститься. Нет, надо... Врач был сам тоже богобязненный, который уважает пост, считает себя мусульманином. Такого врачу надо спрашивать. Почему говорят мусульманин, спрашивают? Потому что кафир даже меня не обращает на твой пост. Из этого говорит, тебе нельзя поститься, например. Из этого надо войти. Нормальный врач, который тебе будет соведать, силаясь на свой опыт и религию. Если я хочу совершить 20 ракатов таравих намаз, получается, мне нужно совершить 10 намазов по 2 раката. Да. Или если я хочу совершить 10 ракатов, получается, мне нужно совершить 5 намазов по 2 раката. Я всё правильно понял? Да, правильно. После этого совершаешь витр. Витр один до одиннадцати. Я держу пост целый месяц, поста с 21 года. До этого я не держал целый месяц. Каково моё положение? Ты являешься мусульманом, алхамдуллах. Пока, если молись, прошли постить, что надо делать. На канале посмотри, перелись ты там тому человеку, кто пропустил пост, что надо делать. Ас-саламу алейкум. Скажите, пожалуйста, можно ли поститься в месяц Рамадан христианину? Ему по душе наша вера. Он её никогда не ругал и не оскорблял. Я сама мусульманка, но, к сожалению, много не знаю. Сама учусь только потихоньку. И хочу донести до него истину. Если хочет поститься, поститься. Но он аж никакой не получит. По загрязнению получит, будучи христианином. Христианин не является верующим человеком, пока не будет уверовать Мухаммада, саллиллаху алейкум, ас-салам. Так, как и мусульман не является верующим, если он не будет уверовать Иса, алейкум, ас-салам. Все пророки, от Адама до нашего пророка, мы должны веровать. Если хотим считать верующим мусульманином. Те, которые говорят, что он верующий, нет верующего, который не верует Аллаха и его всех посланников. Скоро улетаю на другой континент. Хочется держать пост в самолете. Улетаю после Сухура и прилетаю туда тоже до Ифтара. В самолете буду 15 часов. Можно ли пропустить этот день или стоит держать? Что дальше читай? Так как не уверен, что выдержу больше 30 часов. Каким способом можно бороться с запахом из рта во время поста? С сиваком. С сивак пользовать, не будет. Если этот запах плохой, у Аллаха этот запах милее, чем запах мискуса. Достоверно ли, что во время Рамадана души умерших возвращаются в свои дома на месяц, а шайтанов запирают на цепи? Нет, не достоверно. Что шайтан запирает цепи, да, достоверно. А души приходят, и месяц будет дома жить, нет. И правда ли, что во время этого месяца, в той комнате, где лежало тело покойного, до времени его захоронения свет должен быть постоянно включен, и там должен постоянно стоять стакан воды? Нет, неправильно. Это все суеверие. Припрок даже света не было, как этот, этот, включали, нет такого ислама. Ни воды поставили, нет, все суеверие не является. Скажите, пожалуйста, что нарушает пост женщины? Женщины тоже пост нарушает, то, что порушается у мужчин, и добавок, если месячные пойдут. Или послеродовые кровотечения. Ну, это да. Можно ли женщине ходить на тарових-намаз без махрама с девочками? Если в одном городе и безопасная дорога, можно. Лучше и дома делать. Так, в прошлом году, в месяц Рамадан, я выпил воды в то время, когда уже нужно было держать уразу, забыв о времени, и подумав, что он нарушил пост этот день, я продолжал есть и пить. Нужно ли мне возмещать этот день? Да, должен возмещать, потому что ты сделал. Сперва, не зная, покушал, это нет греха, и пост считается. Но после того, что ты продолжал кушать, я должен восстановить. Я работаю в зале, где с утра до вечера играет музыка. Можно ли там работать в Рамадан? В таком месте, где постоянно музыка играет, и не можешь их остановить. В таком месте нельзя работать, если ты не можешь работать. Мы сказали, там, ответ есть у нас, где музыка постоянно играет, но ты не слушаешь, и там она тихо. Мы сказали, используй наушники или чем-то, если другой работы нет. Так постится. И Рамадан, и не Рамадан разницы нет. А пост считается нечего. Когда восстанавливают пропущенные дни из-за критических дней? После Рамадана, до встречи Рамадана должна восстановить. Вот если я поел, думая, что ещё можно, а потом оказывается, что уже нельзя было. Как быть? Если ты думал, что ещё осталось время до утра намаза, как-то ошибся по часам или как-то, покушай, иншаллаху, разочитайте. Можно ли в качестве закят ульфитра давать разную еду? Лучше давать однообразную еду, или пшеницу, или же финики, или же рис. Однообразную. Половину пшеницу, половину рис, или половину финики, половину рис. Это лучше не давать. Там разгласы учёные, имам Шафе говорит, не считается. Ханафит и имам Марика считается. Два имама говорят, не считается, два имама говорят, считается. Сейчас именно ошибаюсь. Лучше однообразную отдать. Но именно так я спросил. Половина гречка, половина фиников. Или половина рис, половина гречка. А так, можно ли деньгам отдать или нет, у нас целый ответ есть на канале, кто хочет послушать. Человекся интересуется, сколько часов в месяц Рамадан спал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям? То есть, как обычно или меньше обычного? Думаю, он всегда как обычно спал, потому что и Рамадан, и не Рамадан, он большинство ночи выставил. И на последние 10 ночей он больше усердствовал. Так, я живу за пределами Дагестана, у меня отпуск в начале июня, получается, почти к празднику. А я хочу праздник отметить с родителями, получается, я так двое суток должен везти машину. Как мне быть с постом, так как я не хочу пропускать ни одного дня поста? Спасибо. Постись, проблем нет. Если не хочет пропустить, проблем нет. Люди, болеющие гипертонией, могут ли ставить при повышении давления таблетку под язык? Портит ли это пост? Это вопрос, нынешний вопрос, и много учёных отвечают. Если под язык поставил, если в этот момент слюни не будет проглатывать, нынешний вопрос не портится. Можно ли во время Рамадана целовать мать? Можно. Расскажите про ночь, предопределение, что это за ночь и что нужно в неё делать? Это у нас уже будет Рамадан месяц, нынешний вопрос. Но так и на ночь, последние 10 ночей, нечётные числа, на эту ночь будет поклонение этой ночи лучше, чем тысячи ночей, которые этого ночи нет. Тысячи месяцев, где-то 83 года. Из-за этого тоже мусульман последние 10 дней Рамадана больше стараться поклонения, чтобы получить этот ажар. Что кушал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, до и после поста, и чем можно заменить, например, финики? Кушал то, что у него есть иногда, то, что было большинство, наверное, финики и молоко. Так, то, что если только кушал, финики заменят, если финики нет, водой отпускают в разу. Если у человека рана, гноится, иногда кровит, этот пост не портит? Не портят, ответили. А вот вопрос. Если человек уже достиг очень преклонного возраста, мама уже старая, пожилая, когда постится, у неё повышается давление, можно ли ей поститься и терпеть? Если может, тогда можно. То есть, если она выдерживает это, да? Да, да, если выдерживает, можно, тем более, такая жизнь, последствия, умрёт тоже, иншаллах, так же перед Аллахом станет. Если она может держать, хоть старый человек, должен держать, не только можно, должен держать человек. Только если человек уже настолько старый, что он уже не соображает, да? Не соображает. Бредит уже там. Ну, не соображает, это же дурной человек, и на него ни намаз, ни уроза, ничего не должен. Можно ли начать держать пост за час до восхода солнца, или у этого уже поздно проснулся? Пост, намерение, если было, вот даже восход солнца проснулся, точно должен держать пост. Но не имеет права кушать, сейчас покучу, потом будет держать, нет. После утреннего намаза, после временного утреннего намаза, уже не имеет права кушать, не имеет права близость. Но намерение должно быть ночью, что он сделал, что завтра постится, и всё. Женщина не восполнила пост за прошлый год, дни по статье, дни, которые она пропустила, по причине хайза. Каково её положение, что ей нужно сделать в этом году? Восстановить эти дни, и ещё за каждый урозу кормить бедника, за то, что она без причины не восстановила. Если болела и не могла восстановить, ничего нет, у неё причина была отпускать урозу, но не восстановила, за это должна выкуп тоже отдать вместе с урозой. Чем лучше всего отпускать пост? Финики. Можно ли во время поста при омовении не полоскать рот и нос? Вообще можно не полоскать, но является желательным, судный пророк, в некоторых мазабах, обязательным. Ну, когда постичься, полоскаешь, но не слишком... Не сильно? Не сильно от этого... Не втягиваешь сильно? Не втягиваешь сильно, чуть-чуть. Шейх, вот чтобы все подобные вопросы отсечь, у моей мамы болезнь, ей нужно постоянно кушать и пить лекарства, то есть и нет надежды на выздоровление. Что делать в этом случае? Больной человек, который желает, или старик, который нету уже надежды, что выздоравливается, и врачи ему говорят постоянно, этот человек только кормит бедника за каждый пост, одного бедника кормит и всё. Этот человек, если уже даже... Он может даже в начале месяца кормить, если он уже надежды нету, что он выздоровеется. В начале месяца тоже он имеет право всех 30 бедников кормить и всё. Если во время поста ты с кем-то сильно ругаешься, например, с родителями, нужно ли восстанавливать этот день поста? Пост нельзя восстанавливать, но с родителями ни в коем случае нельзя ругаться. Аллах Корана говорит, «Вуаля такул лахума уффин вуаля танхархума». Даже им слово «уфф» не говори. Другое слово Булбак говорит, учёные говорят, «Меньше чем уфф». Даже запретил бы Аллах Смана. С родителями нельзя ругаться. То есть этот пост не испортился? Пост не испортился, но, может быть, даже грех больше, чем свой пост получит. Он вознаграждение, то, что он получил, уничтожает. Потому что это родители уровень Аллаха Корана говорит, «Ва калда раббука ла та'буду и ла и яхва бил валидайни и ихсана». Аллах говорит, хукму сделал, осудил и сказал, «Не поклоняйтесь, кроме Аллаха Субханаху Ата'аля, и с родителями хорошим отношением жить». Вместе с поклонением Аллаха, Аллах вспомнил родителей, из этого это другой уровень родителей. С ним нельзя ругаться. Конечно, все мы эти границы переходим. Может быть, обижать родителей ругаться с ними, но это категорически запрещено в исламе. Можно ли во время Рамадана быть донором крови, плазмы, тромбоцитов и так далее? Можно. То есть, это не нарушает пост? То, что там много и не берут, да? Нет, холдаж берут, главное. Может быть, нежелательно, за то, что она ослабляет, когда кровь даешь, как хижама, но не портит. Просто человек поясняет, он говорит, в некоторых клиниках после этого является обязательная процедура инъекции вот этого глюконата, который восстанавливает твои силы. В этом случае может нарушиться быть, да, пост? Если она заменяет еду, да. А если нет? Нужно ли держать пост точно до Магриба? Просто некоторые мусульмане держат дольше, так как во время Магриба еще светло бывает. Светло, Пророк Саасам сказал, когда солнце уже заходит, уже Магриб, Магриб, это начнение намаза уже время. Как только время настало, нужно отпускать, является желательным отпускать. Некоторые ждут еще 5 минут, еще 10 минут, еще рано. Нет, время нашло, надо отпускать. Наоборот, даже как благо из этой умы не уйдет, пока люди не перестанут спешить с разговением. Спешить с разговением и откладывать вот этот сухор. Ближе к времени утреннего намаза. Можно ли во время Рамадана делать отбеливание зубов, если в горло ничего не попадает? Можно, если не попадает. Еще хотим напомнить, у нас ответы, почти этот ответ у нас на канале есть, чтобы люди за то, что не знают, есть ответы, искать не могут, за это мы именно эту передачу тоже сделали, касаемо посту. Но кто более раскрыто этот вопрос и хочет узнать, почти эти вопросы, на канале Али Айтисам, плейлист, касаемо поста, заходите, там все ответы есть, более досконально объяснено. И про таравей, сколько ракатов должен делать, и как лучше отпускать, что надо делать. А тут кадры, что такое, ночь предупреждение, у нас ответы есть. Вот интересный вопрос, шейх, как быть, если ты не знаешь, что у тебя есть болезнь, но ты не знаешь, как она повлияет на твой организм, потому что ты первый раз будешь держать пост, что делать? Есть намерение держать, но не знаю, как определить, можно ли мне это делать или нельзя? Врач определяет, если болеешь. Если не болеешь, держи пост, иншаллах. Пост, мимо того, что она является поклонением, и она, алхамдуллах, есть благо, она даже много болезней лечит этот голодок. Можно ли во время Рамадана и на праздник украшать дом? В доме много маленьких детей, и хочется таким образом привлечь внимание к священному месяцу. Можно, правильно. Брат, во время молитвы таравих в нашей мечети в Москве примерно в 22.00 будет продолжаться почти 40-45 минут, и после таравиха мы не будем спать и дополнительные молитвы читаем. Коран. Если мы будем спать после таравиха, может быть, мы даже пропустим сухур, потому что фаджр примерно в 2.20. Можно сразу после азана на фаджр сунна и фарс читать, или надо подождать после сунны несколько минут? Так только азан будет, можно сунну делать и фарс, намаз делать и расходить по домам. Являются ли таравих и тагаджуд разными молитвами? Таравих и тагаджуд? Таравих и тагаджуд? Пусть начнет молиться и пост, это греховное, а не поститься и не молиться, это уже куфр. Пусть намаз тоже начнет и поститься начнет, это греховное, и потихоньку Аллах поможет ему оставить. Оставить, кормить, напоить виной кого-то, это меньше греха, чем оставить пост. Это пост поститься, и не поститься, это делать два греха, поститься делать один грех. Шейх, на всех сайтах пишут по-разному, как определить время окончания сухура. Во время утреннего намаза уже известно каждому городу, когда наступает время утреннего намаза. Это время уже надо сухура остановить. Шейх, а можно вот этими приложениями пользоваться, которые в телефонах, планшетах? Большинство, которые фаджер, которые доверенные приложениями, например, часы фаджер, можно этим пользоваться. Потому что это почти совпадает, она в всех городах, где я был, совпадает. Или же разные приложения есть, которые совпадают, можно этим пользоваться. Если последние 10 дней женщина не может ни поститься, ни молиться, и выпадает ночь предопределения, что она может совершать из поклонения, и примется ли ее дуа в эту ночь? Может, имеет в виду за то, что она молиться не имеет права по женщинам причинам. Да, можно дуа делать, можно поминание Аллаха делать, просить Аллаха. Может, поклонение делать, можно не обязательно, кроме намаза. Как удержаться весь день от пищи? Так, очень легко. Если ты знаешь, какое вознаграждение Аллаху Субхану Таалу тебе отдаст. Проксал Ассалам сказал, для верующего человека два радости. Радость при разгонении, когда вруза отпускает, и радость при встрече Аллаха Субхану Таалу. Если ты будешь считать, иншалу очень легко удержаться, хоть не только один день, два-три дня тоже ради Аллаха. Субханала, мой друг на Ифтар во время Рамадана в кафе хочет отмечать свой день рождения. Можно ли так делать? День рождения отмечения ни в коем случае нельзя, но поститься надо. Хоть это даже думает, отвечает, все равно должен поститься. А так, день рождения отмечать, делать это является новшественным исламом. Шейх, исходя из вопроса, здесь видно, что некоторые люди понимают, что полное соблюдение ислама, если ты полностью в чем-то не соблюдаешь, то какие-то части уже можно было не делать. Сестра пишет, пока я не укрылась, я пост не держала. Сейчас я укрылась, все соблюдаю. Что делать с пропущенными постами? Можно во время поста, если ты его держишь, просто сполоснуть рот водой. Можно, но не слишком вытягивать. Если человек брал омовение, и вода случайно попала внутрь? Если слишком не старался вытягивать, но по ошибке попало, ничего не портится. В нашей местности начало и конец Рамадана объявляют заранее, несмотря на Луну. Когда же мусульмане спросили об этом имаму мечети, он сказал, что так решил муфтият. Что мы должны делать? Начало Рамадана, как правоксалас, он сказал, Держитесь, когда увидели месяц Луну. Начинайте держать пост. Начинайте и отпускайте, когда увидели Луну другого месяца Шавала. Если вам уже туча появилась, доканчивайте 30 дней Шабана. Надо начать месяц Рамадан, когда 30 дней Шабана закончатся. Или же после 29 дней Шабана, если увидят Луну, должны начать мусульмане. Можно ли по календару считать? Нет, нельзя. Надо считать по Луну. Если одно место увидели Луну, надо держать пост. А надо ли, чтобы отдельно, в каждой местности, чтобы они отдельно видели Луну, или хватает одно место в мире увидеть, все мусульмане должны пост держать. Большинство ученых Ахли Судн и Аль-Жама, из них три мазаба тоже, например, имам Ахмад, Малик, Ханафи, в любом местности, если увидят, хватает, чтобы весь мир уроза держали. Имам Шабана, некоторые ученые Шабана тоже придерживаются этим мнением. Одно место стоит, хватает, чтобы на весь Дунья распространялась. Более правильное мнение мазаба Шабана, которые они фатфу дают, это если увидели Луну, которая находится в одном часовом поясе, да, местности, например, увидели в одном часовом поясе, они должны держать. Если в другом часовом поясе увидели, не должны держать. Это мне не Шабана. Но беда сейчас в чем? Беда сейчас не за то, что по календару держат, или же по Луну держат. Беда сейчас, религии превратили в руках политиков игрушкой. Как? Политика делает один день. Например, сейчас разногласия между Саудией и, например, какой-то спор идет, например, Саудия, или же, скажем, Катар, или же Иордания. Они стараются эти же разногласия, чтобы у них месяц Рамадана тоже было. Религии они сами политику тягивают. И потом, или же, например, политик вмешивается и говорит, завтра будет Рамадан. Это везде в мире. В таком моменте что-то делать? Тогда надо ли муфтият слушать? Нет, нельзя. За то, что муфтият не делает это с точки зрения религии. Он это делает, религия подгоняет с точки зрения того-то. Если он делал бы своим убеждением, что это так должно быть, нет этого, например, порицаемого. Если, например, он скажет, мы будем держать, если мы только увидим луну нашей местности, как сказал имам Шафи Рахмала. Этому порицаемого не было бы. За то, что это подгоняет религия Аллаха под желанием тагута. Они заранее им говорят, чтобы все вместе один день держали. Объявите нам, какой день праздник делать. Уже он должен сказать им, преподнести, чтобы этот день был праздник, этот день был выходной, заранее, за месяц, за два, перед сказать им, например, 6 рамадана, 6 мая будет, скажем, 6 июня будет праздник. Он же не смотрел туда с точки зрения религии. Он смотрел с точки зрения тагута. Тогда их слушать нельзя. Надо, если есть доверенные люди в вашей местности, ученые, и они увидели луну и на это смотрят, можно, селая на них, держать пост и отпускать пост. Сейчас не только, например, скажем, весь Кавказ один день держит. Даже один город в Дагестане не держит один день. Потому что каждый старается быть, как-то выделиться. Они говорят, Шафия Мазаби вот так, в одном полосе, этот часовый поезд должен совпадать. Стараются, например, где-то Аммане увидели, Аммане увидели там, где Саудеи увидели, не будем держать. У них есть ненависть к сторону Саудеев, то есть за то, что они, как они называют, они вахабисты. И они ищут другие страны, которые совпадают. Например, Амман. Амман, если это вахабисты, то являются харжитами. Ибалыгти. Мазаба харжия. Амман. Они, как на нашем часовом поезде находятся, из-за этого мы совпадаем с ним. Если там увидели, будем держать. Амман тоже смотрит на Саудеев, как врага. Потому что они вахабисты, это являются харжитами. Из-за этого политическая игра играет на этом. Из-за этого они не совпадают. Если этот имам делал бы это, силаясь на свою религию, на свое убеждение, этого нету порицания. Просто сейчас религию превратили в игрушки, в руках Таотов. И также, например, в одном городе эта улица отпускает, а эта улица не отпускает. Почему эта улица идет за этого имама, эта улица идет за другого имама. Если собраться, например, если собрались бы, выбрали бы одно право, и сами смотрели бы на Луну, как Луну держали или отпускают, если бы этим решились бы, да, это не было бы проблемой. Просто сделали религию Аллаху, Субхану и Таалу, игрушкой. Это момент, что надо делать. Если нету порицания, например, данный момент, почему мы говорим саудеизм, не за то, что саудейские Таоты были лучше, чем в других Таотов, нет. Просто саудеизм более старается с этой стороны смотреть на Луну, на Рамадан месяц, на Шауэль, на Гурбан-Байрам. Они стараются, они выходят с этими, даже телескопами этими смотрят, ждут. Они более большое влияние, внимание делают на этот месяц, на эту Луну. Из-за этого мы говорим, лучше следить за саудеизм, потому что она является центром мусульман тоже. Макка, Мадина. А если, например, местность договорилась с одного человека, одно мнение, пришли, это нету запрета. Просто они говорят, наш мазах такой, мы не можем придерживаться. Аллах, они выход, тысячи выходов есть. Когда хаш делают, чтобы несколько раз обмывание не делать, когда Таоф делают, они многие, им говорят, переходите на мазах ханафи, что обмывание не портится, например, пока намеренно делают, дядя намеренно делаю, переходить на мазах ханафи, и Таофи делают, и без обмывания, хоть даже коснулись, там, женская рука попала, или ноги попали в женскую, обмывание не портится. Почему? За то, что чуть-чуть трудно съесть, там, помазывать шафия. Как? Попал, должен пойти, там, толчок выйти, заново обмывание делать, еще потом продолжить. Это даже жизнь на один раз, который ты делаешь, там находишь облегчение для народа. А здесь, каждый год объединения, ум, радость, уже люди устают от праздника, тем более в городе, когда же ходят, сегодня тоже ходят, дети собирают, второй день, третий день уже, у кого возможности нет, этот праздник делают. Или дверь закрывают, позорятся, или же приходится им еще раз покупать, долги залезать, чтобы детей радовать, или же чтобы не позориться, чтобы не говорили, не давали. Гостей принимать. Да. Некоторые, первый день, у меня сегодня не праздник, приходят дети, у меня сегодня не праздник, завтра будет праздник. Здесь смешно уже. Даже сегодня некоторые праздники, которые те календары держат, например, день вперед всегда бывает. Потом, те, которые за Саудии смотрят, например, за весь мир держат, те, которые, например, за этот часовой поезд смотрят, например, держат, потом есть горный час, даргинцев, они бывают самые последние. Уже разница бывает в мире. Первым Рамаданом и первым Рамаданом 3-4 дня. В таком же старании, когда мы хаджи им облегчаем, чтобы трудностей не было, здесь тоже ради объединения мусульман, ради единства мусульман переходить на тот мнение, который придерживается большинству ученых и трех мазгабов, даже будет это желательно и может даже это становиться ваджибом. Ну просто за то, что сейчас каждый хочет себя показывать знающим, каждый хочет себя показывать как будто отделенным в таком положении находимся мы. Не могу другое насехать делать. Если весь ваш местность таким образом, богобоязненным образом собираются даже и делают, например, и даже в село, скажем, должны с ним совпадать. Если это село тоже играются, как играют другие, например, в прошлом или позапрошлом году один из сел Дагестана не отпускали в разу, сказали, луну не увидели. Во всем мире луну не отпускали. 12 часов ночи с города позвонили из спецслужбы. Или завтра сделают праздник, или же мы будем вам ищать и матраса, и в другом месте. Проблемы сделаем. Объявили завтра в разу. Отпустим. Когда того приказывает делает такой шаг, когда Аллах приказывает объединяться, такой шаг не делают. Заставили отпускать в разу. Потом, когда им предъявили, как вы можете уже отпустить, если времени нету? Я не говорю, не отпустил. Народ отпустил, сам имам говорит, народ отпускает, сам не отпускает. В таком положении мы находимся. Зато, братья, в данный момент, в который я вижу выход в этом, пока в таком положении умад находится, если увидели во всем мире хоть одно местности увидели, мы должны держать в разу и также отпускать. Потому что скажут, в вашей местности надо держать, сказать, в нашей местности четыре разные дни. Даже по городам можно сказать. Могу сказать тоже, которые по календарю держат, по муфтият держат. Раньше муфтияты как-то саудеевым совпадало, держали. А сейчас заранее они по календарю объявляют. Здесь тоже, в Турции тоже так же. Не ждут. Они же объявили 6 числа здесь первый день. Это год назад объявили, можно сказать. Это не по убеждению это объявили. Это что? Их муфтият за то, что их требуют. И так же в таком положении, когда есть... Но у них хоть вся страна одновременно начинает. хоть начинает, он слушает. Кто не слушает, тихо делает, что он не держит. А у нас там нет. Когда заставляют, они делают этого. Объединяются. Когда Тауд их заставляет. А когда можно, без Тауд тоже объединиться этого не делают. Из-за этого насиха и братьям, и знающим людям объединяйтесь на одно мнение, которое объединяет мусульман. Оставьте свои прихоты, оставьте наши мазхабы. Есть даже мазхабы, какого-то мазхабы, четырех имамов в этом есть, есть это благо объединения мусульман. Делайте этого. Они будут делать это уже как только разрешили открыто. Ураза, например, с 90-го года, 89-го года, так происходит. Муфтият один день, хасуртовский час один день. Муфтият один день бывает, хасуртовский второй день бывает, горный час вообще после них даже смотрят на Луну. Вот здесь уже праздник бывает, когда люди выходят на Луну смотреть, у них 29-й Рамадан. Этого выхода я не могу, кроме как во всем мире, где ты услышишь, увидели Луну и доказаны этом, или 30-й начни с этими мусульманами. Если ты боишься, если ты будешь Рамадан начал, и тебе, например, как в некоторых государствах, что тебе притеснят, будут, это ты ради Аллаха держишься, ради Аллаха отпускаешься. Никто не должен узнать этого. Можно сам держать и сам отпустить. Аллаху Аллаху Алям. Так, можно ли использовать сосудосуживающий спрей для носа во время поста, если у человека одышка, и она усиливается при заложенности носа и становится очень плохо, если не открыть носовое дыхание? Если это в горло не попадает, можно. А если в течение дня пропустил зугар и аср, но пост держал, засчитывается если пропустил этот урозат засчитывается, но грех, который ты отпустил, оставил намаз зугар и аср без причин. Причин только или забыл греха нету, или же спал, проспал. Другой это причин нету пропускать намаз. Пропускать одного намаза является большим грехом, даже хуже убийства человека. из-за этого будьте осторожны, братья, не пропускайте намаз ни во время Рамадана, ни после Рамадана. Люди интересны, да, уважение проявляют к Рамадану, во время Рамадана они решают не буду пить, не буду курить, как только на праздник уже пьяные ходят. Если человек болеет, ну, простыл и тянул сопли, которые текут и почувствовал, что они прямо уж провалились в горло. Портит ли пост вот эта бахурница, вдыхание дыма от бахура? Нет, портится. У меня такой вопрос, могу ли я ехать с детьми, если у меня нет махрама, поближе к джамаату, сёстрам в месяц Рамадан, если я проживаю в стране неверных, где мусульман очень мало, будет ли это считаться дарурой, джазакал-аухайран? Нет, не считается, ты можешь. Если ты уже живёшь среди кафиров, среди кафиров жит, знаем, как ухаку. Объяснили там, если вы должны даже среди кафиров уходить, жить среди мусульман. Мы объяснили беду, как можно спасти детей в Европе. А именно сейчас только Рамадан переходить не является дарурой, Аллаху Аля. Если я совершаю хейджеру во время месяца Рамадан из Дагестана в другой город с намерением прожить там навсегда, город находится в тысячи километров от Дагестана, можно ли мне не держать пост? По дороге можно. Пока едет? Пока едет. У меня сосед, аль-хамдул-ля, он читает намаз уже второй год, иншаллах, но на прошлый Рамадан он не выдержал. Он астматик и не может без сигарет. Как это? Астматик не может без сигарет. Наоборот, сигареты только хуже делают. Я злюсь на него, потому что он срывается и начинает курить. Посоветуйте, что делать? Делай на сих, напоминание делал. Ход даже сорвался так сильно не ругай, я оставил этой религией или еще в ту разу. Напоминаю Аллахе, может, если он сорвался, то раз не сорвется, иншаллах. Как возместить дни поста за то, что нарушил пост по причине близости с мужем? Мы сказали, если она то же самое довольна и об этом была и не сопротивлялась. Согласна. Согласна была и муж должен это восстановить. Два месяца подряд уроза держат, не пропуская ни один день. Если пропустил, заново надо начать два месяца. Женщине тоже так же. Кроме месячные дни, эти дни, например, посчитает, это не будет держать, потом добавит в конце все равно. Если у нее 6 дней идут, два месяца, 12 дней, на два месяца добавят 12 дней, чтобы число было ровно два месяца. То есть у женщин просто 60 дней в общем она должна не останавливать? Не останавливая идет, кроме месячного времени. Месячного времени не будет поститься, но потом будет продолжать до 60 дней. Если они не знали, что это харам, если не знали, это запрещено. Много года я не знал, что это харам, не только портит разу, им, иншаллах, простит, не надо этого делать. А те, кто не знали, им выкупа нету тоже, искупление. Да, искупление, иншаллах, простит. Если он жил в таком местности, в которой нет ученых, и она не была так распространена, или же он недавно принял ислам, недавно ислам принял, не знал, что это является харамом. Один брат ко мне даже сам подошел, сказал, я не знал, это харам, и он жил в городе, и говорит, не один, не два раза, несколько раз получился такой, и спрашивал, что делать. То есть он даже не знал, что это нарушает пост? Да. Супаналла. Есть ли достоверные дуа, которые нужно говорить во время сухура и ифтара? Во время сухура нет, но сухура намерен делаешь, бисмя кушаешь, ифтар, мы сказали, как быть, если срочно нужно пойти к стоматологу в месяц Рамадан? Иди к стоматологу, но не проглотивай кровь, вода, то, что тут, когда лечит зуб. Если старайся, что не проглотить, иншалла, урза не портится. Алхамдул-Лях, жазакумаллаху хайрин, за то, что слушали, то, что мы получили, ответили, если как-то незаметно пропустили какой-то вопрос неотвеченным, я почти уверен, вы найдете в нашем канале, заходите, посмотрите, берите пользу, даже, которым ответил, коротко здесь ответили, там есть более расширенные ответы, которые в прошлом году мы ответили с братом Рашидом, заходите, берите пользу, иншалла, мы с вами прощаемся, да, после Рамадана, Рамадан, месяца эфира тоже не будет, но, иншаллах, каждый день до Ифтара будет выходить напоминание, чтобы поддержать вас и себя в этот дорогой месяц, чтобы привести наилучшим образом, ваалхамдулляхи, Роббил аламин, и вам чизаку мулаху хайран, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова